В Мордовии перед судом предстанут обвиняемые в разбое на сумму более 2 миллионов рублей. Осенью прошлого года в дежурную часть отдела полиции номер 3 УМВД России по городскому округу Саранск поступило сообщение от 34-летнего уроженца Республики Молдова, проживающего в Мордовии, о совершенном в отношении него разбое. По словам потерпевшего, 23 сентября отъезжая от дома на автомобиле, ему перегородило дорогу другое транспортное средство. После этого из машины вышли мужчины в форме сотрудников полиции и сообщили ему, что он задержан за совершение противоправного деяния. Для разбирательства и проведения вымышленного обыска они направились к нему в квартиру, где под угрозой применения насилия завладели денежными средствами в размере более 1 миллиона рублей и ювелирными украшениями на сумму свыше 900 тысяч рублей. В ходе проводимых мероприятий личности обвиняемых установили, они были задержаны в городе Санкт-Петербурге оперативниками уголовного розыска, следователями следственной части Следственного управления Республиканского МВД при содействии СОБР Управления Росгвардии. Как установлено в ходе предварительного следствия, в 2020 году один из обвиняемых узнал о том, что потерпевший в своей квартире содержит лиц, которые являются инвалидами и занимаются попрошайничеством. Предположив, что у потерпевшего может быть крупная сумма денежных средств и другие ценные вещи, он предложил соучастникам преступления совершить разбойное нападение. В течение некоторого времени они наблюдали за жилищем потерпевшего с целью установления его распорядка дня. И маршрутов передвижения. Сразу же после совершения преступления мужчины уехали из Мордовии. В отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину они не признавали. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Окончено расследование уголовного дела в отношении безработного местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. В июле текущего года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД в рамках мероприятия получили информацию о том, что житель Саранска хранит наркотики растительного происхождения у себя по месту жительства. В гараже, расположенном на придомовой территории подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство марихуана, а также приспособление для потребления наркотиков. Измельченная смесь запрещенного растения хранилась в металлической банке, пакетах и картонной коробке. Согласно проведенной экспертизе, общая масса изъятого составила 226,7 грамма. Фибурант пояснил, что нарвал дикорастущие растения некоторое время назад на одном из заброшенных полей, после чего высушил, измельчил, рассласовал по емкостям и оставил на хранении для личного употребления. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. В сентябре жители Мордовии перечислили мошенникам более 13 миллионов рублей. Всего жертвами злоумышленников стали более 100 человек. Более половины из этой суммы они лишились, пытаясь предотвратить оформление на них кредита. Около 3 миллионов похитили злоумышленники во время продажи и покупки различных товаров на сайтах и в социальных сетях. Свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей заявители лишились, планируя заработать на электронных торгах. Стоит отметить, что благодаря проявленной бдительности граждане смогли сохранить более 2 миллионов 800 тысяч рублей. МВД по республике Мордовия напоминает, если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции, перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, пин-код и одноразовые пароли для подтверждения операции. В Краснослободске завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в краже велосипеда. 14 июля обвиняемый, проходя мимо многоквартирного дома в микрорайоне 3, обратил внимание на оставленный без присмотра велосипед. Он сел на него и уехал домой. На следующий день похищенные транспортные средства он продал одному из жителей соседнего села за 1000 рублей. В последующем велосипед изъяли. В отношении фигуранта была избана мера принуждения обязательства о явке. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Сотрудники полиции напоминают, не оставляйте велосипед без присмотра, даже если отвечаете всего на несколько минут. Всегда пристегивайте его велозамком к ограждению или перилам, предварительно убедившись в надежности и устойчивости конструкции. В Республике Мордовия руководитель коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. По данным следствия, с сентября 2019 по ноябрь 2020 года обвиняемый, достоверно зная о наличии у руководимой им организации налоговой задолженности перед бюджетом, осуществлял финансовые операции с контрагентами, минуя блокированные инкассовыми вручениями расчетные счеты организации. Таким образом, сокрытое от налогообложение сумма денежных средств составило более 5 миллионов 100 тысяч рублей. В рамках расследования, принятыми следствием мерами в счет погашения задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, было возмещено порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей. Кроме того, в целях обеспечения исполнения гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на автомобиль и жилое помещение обвиняемого. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Субтитры создавал DimaTorzok